Эта установка соединяется в понимании Дьюи с развитием индивидуальных качеств поведения личности. Хорошая цель – та, которая исходит от самих воспитываемых, но при этом совпадает с требованиями извне и заключает в себе предпосылки для конструирования тех поведенческих установок, которые соответствуют демократическому обществу. Методологические установки Дьюи о целях воспитания разделяют современные американские теоретики Амаслоу, Акомпс, Экелли, Краджерс, Тебрамильд, Схук и Дер. Они согласны, что ценность воспитания зависит от того, в какой мере оно способствует росту личности, помогает ей найти ответы на возникающие повседневные проблемы, а главное, указывает, как лучше приспособиться к данной ситуации, выжить в ней. Представления о том, как формируются цели на современном научном языке, дают выдержки из работ западных специалистов. Максимальное развитие рациональной автономной личности, понимание ей итога, что разумно в определенных условиях, вот наша главная задача. ХЕРСТ Фундаментальное 111 Раздел 1 Общие основы педагогики Цель воспитания состоит в развитии личности с определенной структурой познания и мотиваций, т.е. личности, которая способна служить утверждению более справедливого общества, л. Кальберг Воспитание и образование имеют в виду не только дать знания, но и изменять, регулировать позиции, эмоции, желания, поступки людей. Воспитание учит человека, как жить. Воспитание должно готовить людей к хорошей жизни, в которой они могут выполнять определенную роль, совершать полезные дела, м. У Орнак Главная цель образования, пишет известный американский педагог Эр Финли, готовить зрелую, целостную личность. Об общей эти мысли, приходим к выводу, что генеральную цель воспитания прагматическая педагогика видит в самоутверждении личности. Новогуманистическая педагогика, развивающаяся на основе неопозитивизма, цель воспитания видит в формировании интеллектуальной личности. Большое влияние на современную трактовку целей оказали работы известного немецкого педагога и психолога Эль Кальберга, возглавившего направление на развитие познавательно-ценностной ориентации личности. Находясь в значительной мере под влиянием идей Дью и Пиажи, Кальберг утверждает, что воспитание должно быть направлено на развитие сознательной организационной структуры личности, позволяющей анализировать, объяснять и принимать решения по важным моральным и социальным проблемам. Тем самым система воспитания направлена против конформизма, ибо ее задача – развивать у каждого способность к самостоятельным суждениям и решениям. В перечень задач воспитания неогуманисты не включают трудовую подготовку молодежи, считая, что она мешает развитию интеллекта, отнимая силы и время обучаемых. Не все, однако, согласны с такой постановкой вопроса. Например, американский философ Эр Денеки уверен, что в этом случае образование отрывается от воспитания, подход к образованию приобретает релятивистский характер, ты и умаляется роль истины и все образование подчиняется сиюминутным, чисто практическим интересам. Педагогика-экзистенциализма ставит своей целью вооружение человека опытом существования. Воспитание – это разнообразные виды становления, формирования, выбора, борьба человека за то, чтобы кем-то стать. Цель всего процесса воспитания состоит в том, чтобы научить человека творить себя как. 112. Цели воспитания в зарубежной педагогике. Личность – Green M.E. Хистень Чианал Инкаурн Трфор Тичер. N.Y.1967 ПИ-4 Приоритет в воспитании, по утверждению педагогов-экзистенциалистов, принадлежит самовоспитанию. Воспитание и образование – это процесс саморазвития или самовоспитания. Воспитание также, как процесс получения человеком знания мира и одновременно есть процесс формирования его самого, пишет один из представителей экзистенциалистской концепции воспитания. КОЛД, КУТСИФРЛОСОФИ ИНТЕДЖЕКЕЙШЕН Н.Y.1976 ПИ-21 Основное внимание в экзистенциалистских концепциях воспитания уделяется отдельной личности, анализу ее внутреннего мира, определяющего характер всех поступков и действий человека, его моральный выбор. ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ СДЕЛАТЬ МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР, ОБОСНОВАТЬ ЕГО, ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ В 50 ДЕФИС 60Х ГОДА 20 в европейских странах и США возникли новые варианты экзистенциалистского педагогического целеполагания, среди которых видное место занимают взгляды немецкого философа и педагога А.Ф. Больнова. Ядром его учения служит концепция нравственного воспитания. Основу для нравственного, подлинно человеческого поведения больнов усматривает в простых нормах нравственности, которые остаются неисменными, как бы не различались между собой этические системы. Именно возрождение простых норм нравственности должно составлять сегодня главную цель воспитания. Одна из первых и необходимых задач, которую поставила перед нами современная ситуация, состоит в осознании простых добродетелей, которые во всех этических и политических системах составляют необходимые основания человеческой жизни, Болнау Роуэфа Инфэйки Сить Лич Кейт. Готинген, 1974. С-9. Три фундаментальных добродетели, доверие, надежда, благодарность, заложенные в природе человека, составляют, по больному, ядро той системы добродетелей, которая должна формироваться воспитанием. К числу простых форм нравственности, также формируемых воспитанием, больнов относят доброту, чувство долга, честность, надежность во всех жизненных обстоятельствах, благоговение, глубокое уважение, смирение, скромность, внимание к жизни другого человека, готовность помочь, терпимость к слабостям и несовершенству. Педагогика неотомизма выступает за формирование богобоязненной личности. Согласно учению педагогов-неотомистов. 113. Раздел 1. Общие основы педагогики. Необходимо проявлять заботу об обеих сторонах человека, теле и душе, но главная душа, следовательно, в воспитании должно строиться на приоритете духовного начала. Только опираясь на христианскую этику, можно воспитать в ребенке истинные допродетели, сделать людей нравственными, убедить их, что существуют ценности, превышающие материальное благополучие. Задачи воспитания определяются вечными требованиями христианской морали, их должна выдвигать церковь, вечный, неисменный и наиболее устойчивый социальный институт. Чтобы человек мог состояться как личность, процесс его обучения должен быть органично связан с нравственным воспитанием, с формированием у молодого поколения таких моральных качеств, которые помогали бы занять достойное место в обществе, самостоятельно делать моральный выбор, определять линию поведения, свою жизненную позицию. Своебразные пути решения важнейших гуманистических проблем предлагают необихивиористы. В качестве главной цели воспитания они выдвигают задачу формирования, управляемого индивида. Управляемый индивид – это хороший гражданин, процветающий и поддерживающий систему, принимающий право и обязанности демократического общества, патриот своей общины, штата, государства, мира, behavioral modification. Чицаго, 1973. 973. Пи-8. Главным моральным качеством, формируемым у молодежи, должно быть чувство ответственности как важное условие жизнестойкости социальной системы. Особое значение придается ответственности и дисциплине в процессе труда. Учебные заведения должны строго следить за соблюдением принятого распорядка работы, воспитывать привычку к упорному труду, к решению сложных задач, чтобы, каждый смог в будущем соответствовать занимаемому в обществе месту. Воспитание в технократическом обществе уподобляется социальному механизму, с помощью которого в учебных заведениях внедряются в практику представления об идеале личности индустриального и постиндустриального общества. Педагогический процесс. Для того чтобы достичь намеченной цели, воспитание должно быть организовано. Иными словами, воспитанию необходимо придать форму управляемого процесса, в котором будет на дле. 114. Педагогический процесс. Жащим образом соединено взаимодействие учителей и учеников, получены определенные результаты. Такой процесс называется Учебно-воспитательным, или педагогическим. Он направлен на достижение заданной цели и приводит к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитаемых. Педагогический процесс, это процесс, в котором социальный опыт воспитателей переплавляется в качество личности воспитанников. Главная особенность, целостность учебно-воспитательного процесса. Это следует понимать как необходимость сохранения в нем всех важнейших составных частей. Если что-то из процесса выпадает, изымается, то он уже не будет целостным и не сможет обеспечивать решение задач на должном уровне. Поэтому всегда необходимо следить, чтобы в учебно-воспитательном процессе были все звенья. Обеспечение единства обучения, воспитания и развития на основе целостности составляет главную сущность педагогического процесса. Педагогический процесс, внутренне связанная совокупность многих процессов. В нем не разединимо слиты процессы обучения, образования, воспитания, развития, развития и формирования личности. Но это не механическое соединение процессов воспитания, обучения, развития, а новое качественное образование, подчиняющееся особым закономерностям. Общность и единство педагогического процесса подчеркивают подчинение всех составляющих его процессов единой цели. Сложные отношения внутри педагогического процесса выражаются в единстве и самостоятельности процессов, его образующих. В целостности и соподчиненности входящих в него процессов. В наличии общего. И сохранении специфического. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...